22 июня 41-го. Это дата, когда все мечты и надежды советского народа рухнули в одно мгновение. В этот день страну охватил ужас, продлившийся 1418 дней и ночей. Ужас самой кровопролитной войны в истории человечества. Она унесла миллионы жизней. Спустя десятилетия память о воинах, павших, защищая Отечество от фашизма, жива. В Щелковском районном культурном комплексе, благодаря совместным усилиям районной администрации и благотворительного фонда «Рождественская звезда», состоялось тематическое мероприятие, посвященное Дню памяти и скорби. В одном зале собрались ветераны Великой Отечественной войны и еще совсем юные ребята. Эта связь поколений сегодня особенно ценна. Благотворительный фонд «Рождественская звезда» сегодня организовал мероприятие, которое посвящено Дню памяти и скорби, 22 июня. Мы знаем, что этот день в сердце каждого россиянина день трагичный. Мы не хотим, чтобы он повторился. И поэтому такие мероприятия очень важны. В эти мероприятия мы еще раз говорим спасибо нашим ветеранам, которые живы. Мы говорим спасибо труженикам тылов. И самое главное, что мы вспоминаем, вспоминаем о тех трагических моментах начала Великой Отечественной войны и себе говорим, что это никогда не должно повториться. Сегодняшний день – это скорбная дата в истории нашей великой страны. И наше мероприятие было призвано соединить ветеранов, участников тыла и нынешнюю молодежь, чтобы была преемственность, чтобы люди помнили о том, что сделали эти ветераны, чтобы увидели вживую, пока еще есть возможность, потому что ветераны, к сожалению, уходят, они покидают нас. Со сцены звучали стихотворения, посвященные военному времени. Солисты и коллективы подготовили тематические вокальные произведения. Также с показательным номером выступил военно-патриотический отряд «Каскад». В этот день почтили память героев, не вернувшихся с фронта, и выразили признание и благодарность людям, подарившим нам будущее и мирное небо. Анна Балиет, Игорь Поляков, телерадиокомпания «Щелково».